Погружение в пучину русскоязычной и либеральной части Фейсбука всегда оставляет у меня горькое послевкусие. Особенно, когда я сталкиваюсь с реакцией околополитической и медийной тусовки на вполне безобидные или вполне рациональные законодательные инициативы. Нет, мне не хочется, чтобы оппозиция всегда и во всем соглашалась с властью, так как это вредно и для общества, и для власти. Но мне хочется, чтобы наши так называемые западники наконец-то взяли в руки книги, ну или хотя бы Википедию. Все-таки изучили то хорошее, что есть в Европе и США. Они толкали нам под видом западничества всякие сомнительные фантазии, зачастую замешанные на собственном невежестве. А то получается, что когда в России пытаются перенимать нечто позитивное и проверенное временем, например, закон об иностранных агентах, то раздаются крики про тоталитаризм и про то, что в Америке совсем не так, хотя на самом деле в Америке все как раз так и даже несколько строже, чем в России. А вот еще один совсем свежий пример. Спикер Госдумы недавно встречался с преподавателями и учащимися университета Иннополис. И один из студентов поинтересовался, считает ли Володин необходимым разобрать и принять закон, защищающий честь и достоинство президента России. Особенно в свете ощущаемого в прессе информационного наката на Владимира Путина. Володин ответил, что такой закон сейчас не рассматривается, но заметил, что студент прав в свои идеи, так как аналогичные законы есть во многих других странах мира и что институт президентства действительно нужно защищать. Реакция соцсетей была довольно бурной. Либерда требовала защитить ее право на клевету, а некоторые лидеры общественного мнения заявляли, что спикер Госдумы задумал страшное. Постепенно запретить клевету не только на президента, но и на других представителей власти. В общем, в очередной раз нам рассказали о том, что демократия в опасности, режим лютует, тоталитаризм марширует по стране, ну и все такое. Очень показательно, с каким рвением часть фейсбук-общественности рвется защищать право распространять в публичном пространстве заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство российского президента. Кстати, а ведь апелляцию Володина к западному опыту они как-то пропустили мимо ушей. У меня вот тут есть карта, составленная Международным институтом прессы, очень респектабельного американского НКО, которое имеет консультативный статус в ООН, ЮНЕСКО и Совете Европы. На этой карте красным цветом обозначены страны Европы, в которых за публичное оскорбление или клевету в адрес частных лиц или представителей власти можно получить уголовное дело. Ой, а что это она такая красная вся? Это, оказывается, Володин был на 100% прав, когда говорил, что такие законы есть чуть ли не во всех странах. Приведу пару примеров таких законов, которые понравились лично мне. Начнем с Франции, где клевета и оскорбления в адрес частного лица могут привести к штрафу в 12 тысяч евро, а вот клевета или оскорбления в адрес французского президента, министров и депутатов будут стоить уже до 45 тысяч евро. В Германии все еще интереснее. Международный институт прессы сообщает, что согласно статье 188 Немецкого уголовного кодекса распространение несоответствующих действительности порочащих сведений о лице, вовлеченном в политическую деятельность, совершенное публично или посредством СМИ, может привести к лишению свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет. Если бы Навальный вел свою деятельность в Германии, то он бы, наверное, вообще из тюрьмы не выходил. Даже в столь любимой хипстерами и либертарианцами Исландии есть аналогичный закон, который предусматривает наказание до одного года тюрьмы, а в случае, если жертвой клеветы является президент Исландии, то максимальное наказание удваивается. Подобные законы в европейских странах являются живыми, то есть они реально действуют, и именно перспектива европеизации, в хорошем смысле этого слова, очень пугает российскую либерду. А знаете почему? Потому что если отобрать у них возможность орать неприличные кричалки про президента, если отобрать у них возможность рассказывать очередной бред про миллиарды секретных дочерей Путина в голландских офшорах, если отобрать у них возможность оскорблять политических оппонентов, то у них не останется ровным счетом ничего. Им больше нечего сказать. А молчать им ой, как не хочется. Я бы хотел, чтобы в России все-таки появился такой закон, и пускай он будет сильно мягче, чем европейские аналоги, но такой закон нужен. Он нужен не для того, чтобы защитить нервные клетки президента или даже его имидж. Президент у нас, к счастью, абсолютно железный. Такой закон нужен для того, чтобы российская оппозиция перестала деградировать и начала эволюционировать, и чтобы наша политическая жизнь не превратилась в то, что мы видим сейчас на Украине. Там тоже все начиналось с бесконтрольных взаимных оскорблений, продолжилось с тумаками в парламенте и закончилось кровавыми разборками вместо политических дебатов. Не надо идти по этой скользкой дорожке. Нам нужна цивилизованная политика, которая больше напоминает вежливую дискуссию, а не восточный базар. Редактор субтитров А.Семкин